Добрый день всем, кто смотрит нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Сегодня 14 июня, среда, лето в жизни и в душе. Как же все замечательно, правда? Новые краски жизни, новые эмоции и новые оттенки в настроении. Надеюсь, что и у вас именно все так же. Желаю всем отличного состояния души и солнечного вдохновения вместе с нашей передачей Куншуах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Николая, чудотворца, просил создать оркестр. Он говорит, Галина, у нас открывается воскресная школа, вот ты же в оркестре дирижируешь, может, ты вот и у нас тоже тут оркестрик создашь с детьми. Я говорю, это невозможно, потому что нужна нотная грамота, чтобы дети изучали, да, чтобы это, это должны быть инструменты закуплены. Ну, это действительно очень трудоемкий такой процесс, и очень много еще, ну, то есть не я одна должна этим заниматься, кто-то должен на балалайке учить, кто-то на одобре, кто-то на баянь, кто-то на гуссу. Ну, то есть там очень-очень-очень, да, большая вот эта вот вся история. Я говорю, ну, вот в Самаре еще дополнительный инструмент, у меня было изучение фольклорных инструментов народных, это были ложки. Я говорю, я могу попробовать, давайте попробуем. Он говорит, ну, давай попробуем. И вот мы всем храмом, отец Александр объявил, что вот у нас открывается ансамбль ложкарей, давайте ко всем мирам ложки соберем. И вот тогда, помню, нашу коробку, и вот эти все ложки приносили, каких ложек только не было. И новые, и старые, и те, которые уже кто-то когда-то давно, бабушки, дедушки кушали, и те, которые просто были кому-то подарены, потому что они некрасивые на самом деле, да, если на них посмотреть. Ну, вы подбирали их, конечно, самое подходящее. Да, ну, и мы потом, да, из них подбирали самые лучшие, которые стучат, которые звонкие, четкие, вот их специально, мы играем на спаренных на двойных вот ложках, есть еще на трех играет ложках, да, вот нож мы с девочками учили, то есть, да, это есть вообще на пяти ложках играет, когда зажимают пять здесь ложек, ну, то есть, очень много различных приемов. Вот у нас вот такое вот мы выбрали приспособление, значит, на двух, на спаренных ложках мы играем в основном с детьми, на двух. Вот, ну и все, и вот оттуда пошла жизнь нашего ансамбля. Первый, значит, наш фестиваль состоялся в Алма-Ате, это сад, духовный сад Семеречи, мы там заняли гран-при, мы совсем молоденькие были еще, детки, только-только все, еще где-то я еще с ними там играла. Оркестр участвовал, ансамбль участвовал в концертах оркестра тогда русских народных инструментов, я делала совместные номера. Одно из первых произведений это был Вадим Биберган, наигрыш мы тогда играли, вот девочки есть кто-то еще, которые играли, кто-то уже, которые не играли это произведение, вот. И потом в Самару собрались, поехали на международный конкурс Савелия Орлова, победили там, заняли второе место, стали лауреатами, потом в Атырау ездили. Ну, то есть у нас вот такое, если вспомнить всю нашу историю, ну, как бы в одной передаче не расскажешь. Но самое интересное, мне кажется, одно из самых интересных событий, то есть мы сегодня, да, вот какие достижения, мы сегодня лауреаты международных и республиканских конкурсов. Самара, Астана, Алматы. Астана мы участвовали на 27-й сессии Ассамблей народа, Казахстана ездили. Вот, а совсем недавно мы были в Алматы, Алматинской области. Нас пригласил, значит, областной Алматинский центр русской культуры под управлением Котельниковой Ларисы Леонидовны. Они прислали нам официальное письмо и вот попросили нас там принять участие. Это фестиваль славянской культуры и письменности, называется «Радуга Житесу». Вот, в двух городах, это город Кунаев и город Талдыкурган. Вот мы вот такое большое длинное путешествие совершили с детьми. Молодцы, то есть ребята сейчас могут поделиться своими впечатлениями, но прежде чем они расскажут, мы знаем, что одно из своих любимых, скажем так же, произведения, называется она, это песня «Адай Балбраумпы». Да, это «Два кьюи Курмангаза». Курмангаза вы исполнили именно в горах. Да, Лаур, можно я прям сразу немножко добавлю? Вот вы еще был такой вопрос. Как мы подбираем репертуар и что в приоритете в нашем репертуаре? Так как мы ансамбль лошкарей, да, это русский народный фольклорный инструмент ударный, но так как мы живем в Казахстане, да, мы все здесь выросли и чтим казахскую культуру, культуру казахского народа, да, и, конечно, никто так, как мы, не сыграем кьюи казахские наши, да, Курмангазы, вот Адай, самый известный, Балбраун, потому что мы, как это, с молоком матери, да, впитали вот этот вот степной дух, так скажем, да, нашего народа казахского. И поэтому одно из особенностей нашего репертуара, это, конечно же, в нашем репертуаре обязательно присутствует кьюи и музыка казахстанских и казахских композиторов. Ну, давайте не будем томить наших телезрителей и вместе со всеми гостями, с телезрителями посмотрим ваш ки сыграны в горах. Итак, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Если у вас есть какие-то пожелания к нашим гостям, юным дарованиям, талантам, то вы можете их адресовать по указанным номерам на экранах 28 58 69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69. Ну, а теперь, я думаю, ребята поделятся своими впечатлениями. Итак, кто из вас смелее, кто начнет первое, пожалуйста. Во-первых, это была очень долгая дорога туда, долгожданная, все ждали ее с нетерпением. Ехать два дня в поезде это сложно, но, наверное, в этот момент мы все сблизились, стали более близкими. Было очень интересно играть, слушать музыку, особенно репетировать в коридоре поезда. Это было очень интересно. В самой Алмате очень красивые горы. Я была в Алмате впервые, и для меня это было очень впечатлительно. Я думаю, как и для всех ребят. Было одно из сложных испытаний подняться 900 ступеней вверх. Но мы все справились. Преодолели все? Преодолели все абсолютно. Это препятствие для вас. Ну и, конечно, выступить в городах, таких как город Кунай, Талдукурган, было очень интересно. Это новые зрители, новая публика. Мне очень понравилось. Спасибо. Дальше. Поездка и вправду была очень утомляющей, но как только мы приехали в Алмату и пошли подниматься в горы, когда мы туда поднялись, открылись очень красивые виды. И когда мы еще там сыграли, все на нас смотрели, все нас снимали. Думаю, что всем понравилось. То есть вы зарядились новыми какими-то эмоциями? Это был опыт. Получили заряд позитива. Это был опыт сыграть в других городах, на другую публику, посмотреть, как реагируют люди на ложки. Ну и как реагировали они? Для них это было как бы в диковинку? Да, всем понравилось. Все потом нас спрашивали, это вы так играли? Мы говорим, да. А вас переполняла гордость, да, конечно? Спасибо, пожалуйста. Это у нас Кресина. У меня не было в Алма-Ате, но на это есть причина. Я еще в этом коллективе не так давно, но я очень сильно скучала по ним, ждала их возвращения. Я видела все то, что, все видео, которые они присылали, и очень гордилась. Спасибо. Поездка в Алма-Ату была очень интересной, захватывающей. Шевестный мальчик. А с ним кто поехал? Я со своим коллективом провел много интересного времени. Мы все веселились, радовались, получили много незабываемых эмоций. И я благодарен им за это всем. И большое спасибо руководителю. Кто это? У нас эта поездка очень сильно сблизила всех. Мы стали еще лучше общаться. Даже в поезде, пока мы репетировали, в проходе выходили люди из купе, смотрели, реагировали. Вы, наверное, не давали им спать, да? Или они, наоборот, наслаждались вашей музыкой? Наслаждались. Проводнику понравилось. Проводникам понравилось. Они нас просили сыграть. В Алма-Ате тоже было очень красиво, нам все понравилось. Сразу после поезда, отдохнув в гостинице, вечером мы поехали в горы. И несмотря на то, что мы были уставшие, мы поднялись по 800 с чем-то ступенями и осилили эту цель и сыграли в горах. И еще сыграли там, да? Пресс-ки. Спасибо большое Галине Александровне, что поехала с нами. Ну а как же она оставит? Это поездка для меня была, ну, это первое мое путешествие, когда я два дня ехала на поезде. Ну, на поезде я езжу очень редко. Там было очень интересно. Мы играли в разные игры, много рисовали, слушали музыку. Мне понравилось. Но когда мы поднимались на горы, я думала, это нереально. Я думала, я просто не поднимусь и пойду обратно. Было очень сложно. Я очень устала, но мне очень понравилось. Там было очень красиво. Я первый раз видела горы, ну, и что-то типа того. Мне очень понравилась поездка. Спасибо Галине Александровне. Мы вас любим. Как здорово, Галина Александровна. У вас тоже. Ваши дети сегодня действительно так искренне сейчас делятся своими эмоциями, впечатлениями. И это, конечно, все благодаря вам, потому что, может быть, они и не увидели этот город Алматы, эти горы, не вдохновились по этой поездке, не будь вот такого руководителя, правильно? Теперь давайте младшей группе предоставим слово. Давайте. Давайте микрофон. Что они скажут. Мне нравится очень в этом руководитель, мне очень нравится. Мне нравится это, что я в этом играю. В коллективе, да? Они ездили тоже? Нет, они пока еще маленькие, они растут и готовы. А хотели бы в дальнейшем тоже поехать в какой-нибудь город, побывать тоже, как ваши старшие сестры, братья, да? Ваши наставники, да, можно и так сказать. Хотели бы побывать тоже? Пожалуйста, передавай, Богдан. Я бы тоже хотела поехать с ними, мне нравится руководитель, но, к сожалению, я не смог поехать в Алмату, но очень бы хотела в будущем поехать. А сколько ты уже, Богдан, в этом ансамбле? Ну, пришел я в воскресную школу два года назад где-то, а играть начал где-то год или пару месяцев, полгода, наверное, назад. Год или пару месяцев. Спасибо. Мне очень нравится наш ансамбль и руководитель. Я благодарна за все то, что она учила нас. Такое ощущение, что я вас прям за это заучила. Говорите, что я хорошая. Мне очень понравился руководитель. Что еще тебе нравится в ансамбле? Долго училась игре на ложках или сразу освоила уроки? Сначала у меня плохо получалось. Поломала ложек, наверное, да? Поломала. Сначала плохо получалось. Совсем не получалось, да? Да. А потом, когда я хорошо училась, у меня все получилось, я начала хорошо играть. Девчонки помогали, да, еще? Я начала самая первая выступать на концерт. Да, из младшей группы Даша была самая первая, кого девочки взяли с собой. Спасибо. Давайте теперь сыграем следующее ваше музыкальное произведение. Оно называется «Васадули в огороде». Готовы? Ну, пусть пока, ребята, положите. Надо погромче только нам. Улыбаемся? Даша. Давай! Улыбаемся? Вода к а»? Улыбаемся? Молодцы, молодцы, просто подняли всем настроение, сейчас вот зажгли, да, в буквальном смысле нашу передачу. Галина, скажите, пожалуйста, мы знаем, что у вас коллектив очень большой, но поехали не все в Алматы, с чем это связано? Да, как уже сказала вот Кристина, это связано с тем, что кто-то в коллектив совсем пришел недавно, кто-то готов уже представлять наш ансамбль, так скажем, да, у кого-то уже большой опыт и концертных выступлений, да, кто-то уже мастер сценического искусства, так скажем, а кто-то еще вот только-только учится. И вот это произведение, которое только что прозвучало во саду или в огороде, это было придумано, написано, да, вот эта фантазия специально для младшей группы. А старшие, мы их просто поддерживаем всегда тогда и помогаем вливаться в нашу творческую работу. Спасибо. Ребята, а вы можете рассказать какие-нибудь, может быть, интересные истории, запомнившиеся вам больше всего из вашей закулисной жизни, да, потому что концерты концертами. Конечно, вас все знают, но мы же не знаем, что творится там за завистью, да, может быть, вы раскроете нам какие-то свои... А что он у меня смотрит? Они смотрят на Галину Александровну и в глазах спрашивают, что можно, да, рассказать, а что нет. Давайте передадим, Галину Александровну, передайте, пожалуйста, на микрофончик. Девчонки, передавайте туда. Давайте. Так, ну, и кто начнет? Так. Смешно, когда за кулисами перед выступлением осталось две минуты до выхода, а у тебя рвется резиночка на ложках. И у всех судорожно спрашиваешь, у тебя есть резинка, а они у кого нету, и что делать, ты не представляешь. Это смешно или в тот момент не до смеха, да, конечно? Ну, и смешно, и грустно. И когда на сцене ломаются ложки иногда. И такое было? Не раз. У меня была интересная ситуация. У нас 1 мая был день, мы выступали на площади. 1 мая, кто знает, что за праздник? А? В Казахстане, какого праздника 1 мая? День народа Ениси на Казахстане. Мы выступали на площади, и первый концерт у нас был на площади Абая, а второй напротив Театра Островского. На площади Абая отыграли прекрасно. Видимо, ложки мои, на которых я играла с самого начала, на которых я училась, уже не выдержали, так скажем... Напряжение? Да, напряжение. Я играла на них, наверное, около пяти лет. И в один момент просто на сцене они вылетают и раскалываются. Я стояла всё оставшееся время, играла просто на руках. Молодец, вышла, то есть, да, из ситуации. Спасибо. Да, накрутилась. Для меня самое незабываемое было, это мой самый первый концерт, самый такой важный для меня был. На том концерте я очень сильно волновалась. Он был в бэйби-клубе, но в итоге я выступить смогла, и я была очень рада этому, то, что Галина Александровна, наша прекрасная руководительница, дала мне такой способ... Столько комплиментов, да, Галина, сегодня услышали свой ответ. Ты сама молодец, Кристина. Кристина очень быстро влилась в коллектив. Один смешной момент, во время репетиции, когда мы играли Балбраун и Адай, у меня сломались ложки, ну и пришлось просто, да, играть руками. Хорошо, это было во время репетиции. Да, это было во время репетиции. Если бы было во время концерта, то пришлось бы как-то выкручиваться. А сколько ложек, Вагдан, Артём, ты уже сменил? Только одну пару. Одну пару. А бывает, вот среди вас есть такие, которые уже несколько раз меняли, третий, четвёртый раз? Да, вон Ксюша, третья пара. У меня третья пара ложек, и все мои предыдущие пары ломались на концерте. Я помню случаи, когда меня заплетали за пару минут до выхода. У этой девочки ещё маникюр был. Зато успели, это главное. А что она тебе сказала-то? Вы же до сих пор это вспоминаете. Зато бесплатно. Она говорит, как больно, как больно, зато бесплатно. Как раз в Алма-Ате, когда мы ездили, когда мы играли калинку, у меня выпали ложки, и я играла просто на руках. Я тогда, у меня вся жизнь перед глазами прилетела. Просто это первый раз, когда мне выпали ложки на концерте, я стою такая на руках, играю и думаю, что же мне сейчас прилетит. Да, действительно, что же вам прилетит. Дошло до того, Лаура, что стоим, значит, мы в Тылдукургане. Как обычно у нас были, есть специальные футболки с нашим названием, ансамбля кепки мы специально приготовили для Алматы. Тоже там написано, что Николашка, очень такой красивый дизайн такой, вроде простой, но такой необычный в нашем стиле. И подходит ко мне Артём и говорит, ну, как бы всё, мы уже в Тылдукургане. Получается, первый день это у нас был Кунаев, да, ну, то есть Алмата, горы, потом Кунаев, потом мы приехали в Тылдукурган. И затем, после выступления в Тылдукургане, мы должны уже ехать в Алматы и на поезд. То есть в Кунаев мы уже не возвращались, как бы. И теперь мне Артём подошёл и говорит, Галина Александровна, это мы вот потом ещё в ту гостиницу заедем в Кунаеве, в городе? Я говорю, нет, зачем мы туда поедем? Он говорит, может быть, мы потом просто заедем туда? Я говорю, а зачем мы туда поедем, если мы как бы уже всё, мы уезжаем, зачем нам целый автобус с детьми со всеми сюда возвращаться, зачем? Ну, я там просто забыл футболку. Я говорю, какую футболку? Ты представляешь вообще, сколько она стоит, эта футболка, в конце концов? Он говорит, нет, у меня папа дальнобойщик, он, говорит, поедет потом в Кунаев и заберёт эту футболку, можно? Я говорю, что там за футболка? Оказалось, это футболка с нашим названием, с логотипом. Я вот делала специально для Артёма, для этой поездки. Я говорю, а что ж ты мне сразу не сказал? У меня ещё одна была футболка с собой. И вот он тогда сказал, я побоялся вас расстроиться. Ну, вы вообще выкрутились. Да. В общем, что, до такой степени, видимо, серьёзный руководитель у вас, что ему было страшно сказать, что... Галина Александровна, я футболку забыл. Ну, и в итоге футболка осталась в гостинице, в Кунаеве. Наверное, мы вернёмся когда-нибудь туда, в эту гостиницу. Значит, вернётесь обязательно, раз оставили там вещь. Галина, а какие мотивации вы используете для того, чтобы приблизить вот ваших детей к искусству? Интересный вопрос. Это кто-то задал из мне? Да. Я не знаю, какие мотивации. Потому что, наверное, сейчас редко встретишь, наверное, детей, кто занимается именно творчеством, фольклором. Да, потому что, ну, по крайней мере, в нашем городе ансамбль лошкарей известна только ваша. Да, но я хочу сказать, что главной мотивацией, мне кажется, для нас, для всех, наверное, вы ощущаете эту атмосферу, это научиться дружить друг с другом, научиться общаться, прощать друг другу какие-то, да, моменты, научиться поддерживать друг друга в каких-то сложных ситуациях и радоваться успехам друг другу, да, и, конечно же, общения, которого так не хватает, да, для сейчас, для детей, потому что, конечно, эти гаджеты, мы все знаем, да, что телефон, да, что дети, да мы сами сидим, да, в этих телефонах у нас там и работа, и все на свете. И поэтому такое живое общение, прежде всего, наверное, это главная, да, мотивация, потому что мы не просто ансамбль, который вот, не просто работаем, так скажем, на работу пришли и ушли, а мы уже действительно как такая семья, мне кажется, потому что вот дети знают, что они всегда ко мне могут обратиться, вот с любой какой-то просьбой, я все, что я могу, я всегда для них сделаю. Ну, вне зависимости от того, касается ли это просьба ансамбля, да, какая-то личная просьба, я не знаю, просто подержать словом, рассказывать что-то. Поэтому самое главное общение, дружба, как мы, у нас есть, кстати, наша сила в дружбе, да, то есть у нас как бы вот такой девиз, наверное. Это мотивация, как вы считаете, дети? Это же мотивация? Конечно, это очень, да. Да, и уже через эту мотивацию, как бы основную, да, главную мотивацию, учимся работать, во-первых, в коллективе, потому что, я еще раз говорю, мы не просто пришли, постучали и ушли, дети учатся организовывать мероприятия, да, так как я тоже являюсь организатором больших творческих, да, проектов. Они также помогают в организации, закулисная жизнь. И, конечно же, еще самые, наверное, главные такой мотивации, мне кажется, если вы говорите про искусство и про культуру, это то, что на наших концертах, там, где выступают дети, выступают, мы выступаем не в тех концертах, где самодеятельность, она бывает и хорошая, да, и плохая, да, а дети выступают на сцене с профессионалами, с солистами областной филармонии, да, так же, когда, так и вот в этот раз мы выступали, там, все с высшим, да, образованием, все со званиями, то есть все высококультурные, так скажем, высокообразованные люди. Поэтому это тоже основная из мотиваций, потому что мы хотим тоже быть лучшими, стремимся к успеху. Давайте теперь у ребят спросим. Ну, понятно, да, что кто-то пришел сам в этот коллектив, в этот ансамбль, кто-то может быть по желанию своих родителей, но вот тем не менее вы остались в этом коллективе и продолжаете заниматься. Скажите, пожалуйста, вот, все-таки это большая нагрузка, тоже отнимает время, вам нужно совмещать и учебу, наверное, да, еще, может быть, какие-то кружки у вас есть дополнительные. Вот что заставляет вас все-таки продолжать заниматься в этом ансамбле, играть на ложках, что вас вдохновляет? Наверное, для меня вдохновлением играть каждый раз — это саморазвитие в первую очередь, это общение между нами, со всеми. Мы очень близкие, мы все друг другу доверяем. И просто вот увидеть кого-то в очередной день — это самое, наверное, приятное даже. С некоторыми мы общаемся не только в ансамбле, а, так скажем, в будние дни, когда у нас нету концертов, мы также ходим гулять, общаемся, веселимся, проводим время вместе. Скучаете друг по другу, когда не видишь долго? Да, ситуация была, мы в Алма-Атье уже прям, ну, буквально оставалось минут 30 до прибытия в Уральск, и мы такие все сидим, я так от вас устал, но я вас так люблю, и буквально прям на следующий день вот как раз-таки с Миланой мы такие «Я хочу гулять, пойдем». И мы, ну, не знаю, как остальные ребята, я очень привязываюсь за быстрое время к людям, и вот этот момент, неделька вместе, я хочу их видеть как будто каждый день, проводить чаще время с ними. Кстати, эта поездка еще больше нас облизила. Да, она очень хорошо нас помогла, я сблизила. Концерты, репетиции — это все утомляет, но все равно дает вдохновение, то есть если концерты в неделю, например, два раза, то это прям вдохновение такое, хочется выступать и выступать, опыт, нарабатывать все движения, все опять учить, это очень круто. Спасибо, у вас дети все такие умные, по-взрослому. Кира говорит так красиво, говорю, Лаура, дай тебя добавлю, да, молодцы, да. Дай свои мысли, кто еще хочет? Нет, я хочу добавить, Лаура. Когда остановился поезд, когда мы приехали уже на нашу, ну, как бы и так родная земля, да, мы были в Казахстане, но тем не менее, именно там на родину, в Уральск, когда мы прибыли, все, там ждали нас родители, встречали. И Кира мне говорит, Галина Александровна, еще долго по вам не соскучишься, говорит. Я говорю, ну, спасибо, Кира, что-то подолго по вам теперь не буду скучать. До свидания. На самом деле, нужно другой день здесь скучать. Да, вообще, мы очень сильно сблизились, конечно, за эту поездку. Мы и до этого друг другу доверяли. Также мы становимся самостоятельными здесь. Вдали от своих родителей, это правда. Галина Александровна дает нам какие-то задания, которые нам нужно выполнить. Это все связано с ложками или, может быть, и другие какие-то задания? Ну, это все, да, они как-то быстро вырастают. Если нас просят еще с чем-то помочь, мы помогаем, конечно же. А в школе, в школе только за. Нас приглашают также в школу выступать, просят на какие-то мероприятия. То есть у нас востребованные, да, артисты? Передавай микрофон. Честно говоря, иногда по воскресеньям не очень хочется ходить на репетиции, но охота поспать, особенно тот, кто далеко живет. Но потом так я подумал, но все равно делать нечего. И прихожу, мне очень интересно, разговариваю там с моими подругами тоже. Вот Кристина, Ксюша. Играю на ложках, тем более я очень люблю музыку. Ну, и мне очень нравится играть. Я как-то не намерена еще уходить. В дальнейшем я хочу попробовать сама обучать своих детей, ну и других тоже людей. Вот какие у тебя цели, молодец. Артем, а тебе как среди девочек? Я смотрю, мальчиков нет твоего возраста или есть в коллективе, остались в данный момент, да, в цветнике у нас сегодня? Ну, с девчонками я нахожу общий язык. Мы все сплоченные, дружные. Они тебя не обижают? Нет, не обижают. Мы, наоборот, можем пошутить, посмеяться вместе. Вот. Ну, в общем, мы всегда друг друга поддержим и дадим какие-нибудь друг-другие советы. Да, ну ты, Артем, ты молодец, конечно, в поезде. У нас была интересная история. Если у нас Данила его ничего не допросит, обычно девчонок поступает в жалоб. Вот я его попросила, он там не сделает, это какие-то, да, моменты. А то с Артемом был наоборот, Артем все, что не попросил, Артем все сделает для нас. А причем, когда уже стали какие-то к нему разговаривать, Артем это, Артем это, Артем, он говорит, ну я просто так воспитан, Артем говорит. Я не могу отказать. Поэтому, да, Артем такой. Молодец, умница. Есть что-то уже? Я нахожусь в ансамбле уже два года, но за это время я успела сблизиться со всеми ребятами в ансамбле. Все они очень дружные. И вот по воскресеньям рано утром я всегда встаю с радостью, так как знаю, что скоро уже буду на репетиции и играть в свое удовольствие. Спасибо. Давай теперь у младших спросим. Ребята, а вы как, скучаете друг по дружке? Если друг по другое, если не видитесь по выходным дням, что у вас тянет коллектив? Когда мы ходим в воскресную школу по воскресеньям и иногда по субботам, вот когда вот не хочется именно идти, вот такая же вот ситуация, что вот не хочется, вот думаешь, ну нечем же заняться, надо идти. Выходной день, да. Да, выходной день, можно там отдохнуть, с друзьями пообщаться. Вот. Мы друг с другом сблизились. Я могу уже передать сейчас Дашу. Я знаю, что у нас очень хороший руководитель. И когда я прихожу в воскресную школу, ну думаю, ну сейчас придет Галина Александровна, и ложки опять будут. Стутим, стутим и стутим. Можно еще что-то добавить? Вот. Сначала, вот мой самый любимый урок в воскресной школе, это ложки. Сначала мы приходим, там, ну все общаются, отдыхаем, а потом у нас начинаются уроки. Сначала мы там учим молитвы, все читаем, там узнаем много интересного, а потом уже всегда почти 103-м, можно сказать, уроком у нас ложки, и мы начинаем играть. А потом после ложек мы идем домой. А еще рисование у нас. Все расписание. Как, ты там скажешь что-нибудь? Мне нравится в этом ансамбле, и я всегда жду субботы и воскресенье. Субботы, кстати, специально прихожу, проезжаю для младшей группы, для детей. Спасибо, давайте послушаем теперь следующее музыкальное произведение. Давайте. Светит месяц, светит ясно. И у нас остается после этого 7 минут до окончания передачи. Спасибо. И у нас остается после этого 7 минут до окончания передачи. Улыбается, улыбается, Кристина. Просто, просто. И улыбается, улыбается, Кристина. Улыбается, улыбается, улыбается. Стыдно, стыдно, тебе можно так ложиться. Рада спать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодцы, ребята, браво, браво, вы просто виртуозы прям. Так, искусно играете на таком высшем уровне и, главное, профессионально. Люба, было вас слушать. Еще раз благодарю вас, ребята. У нас остается 6 минут до окончания эфира. В заключении, может быть, еще кто-то что-то хочет сказать, передать привет. Может, какие-то пожелания будут нашим телезрителям? Конечно. Звезда. Возьми микрохон. Звезда нашего эфира. Я хочу передать привет тем, кто не смог сегодня прийти на телевидение и тем, кто еще учится играть на ложках. Хочу передать привет Паше. Он только учится играть на ложках и, надеюсь, скоро он научится и мы будем вместе играть. И он придет сюда, да? Да, скоро уже он придет, я думаю. Он только учится. А маме, папе, привет всем, сестре, бабушке, дедушке. И могу передать микрофон. Дальше передавай туда. Мама, привет. Я хочу передать то, что я тебя очень сильно люблю. Галина Александровна, мы вас очень любим и рады, что вы с нами. Спасибо. Я рада, что я с вами. Я хочу передать привет всем нашим новеньким. Надеюсь, они тоже скоро с нами будут на мероприятиях, путешествовать с нами, выступать. И придаю привет всем родителям. Мелане и Венере. Мелане и Венере, конечно. Я хочу передать привет всем жителям города Уральск, всем тем, кто нас смотрит. И пожелать просто хорошего настроения. Я хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, маме, папе, бабушке, которые смотрят прямой эфир. Хочу передать привет своему ансамблю ребятам, которые учатся, которые ходят, продолжают ходить. Младшим, всем привет. Молодец. Никого не забыл. Я хочу передать привет своим родителям, родственникам и большую благодарность за то, что поддерживали меня вначале. И большое вам спасибо. И также благодарность Галине Александровне, которая все это устроила, весь ансамбль. Ну, улыбнись, Кристина. Так серьезно. Учим ее, как поулабаться. Жителям Уральска и тем, кто нас смотрит, хорошего дня и всего счастливого. Молодец. Так, ну и. Ты еще не сдавал? Все. Даша. Скажешь, Даша? Да. Ты тоже скажешь. Я хочу передать привет своей маме, папе. Они сейчас, ну, ждут меня там. Там, за кулицами? Да. Хочу передать своим подругам и всему городу Уральску. Молодец. У меня нету. Ну, не волнуйся. Спасибо, Галине Александровне, за то, что вы задумали весь этот ансамбль. Да еще тут. Все. Все расскажешь еще что-то? Ну, давайте. Ой, ждите. Мне очень нравится вот там ансамбль, и мне очень нравится, и я хочу всегда ходить сюда. А привет маме, папе. Привет маме, папе. Ну, помаши. Помаши. Спасибо. Галина Александровна, в заключении вам слово. А, да, мне же микрофон не нужен. Я хочу пожелать, чтобы все дети на земле были здоровы, чтобы вы были счастливы. Чтобы не было никогда войны. Чтобы ваши родители тоже были здоровы, ваши близкие люди здоровы были. Потому что, как я всегда говорю, счастливы дети, счастливы их родители. Это точно. Родители не могут быть счастливы, если что-то у ребенка идет не так. Поэтому радуйте нас своими успехами, своими победами. Мы всегда с вами, мы всегда рядом, поддержим, поможем. Поэтому живите, цветите, пусть всегда будет солнце. Спасибо. Давайте поаплодируем сами себе и завершим сегодняшнюю нашу передачу еще одной песни известной, вернее, папури. С удовольствием послушаем. Сыграйте. 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 Тоже мой счет. Качай. Дальше. Ольга. Сыграйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаю вам только творческого долголетия, вашему коллективу неиссякаемой энергии, успехов и удачи во всех ваших делах и начинаниях. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Еще раз желаем всем побольше позитивных эмоций, душевной гармонии. Ну и, конечно, хорошего дня. Встретимся завтра в это же время на телеканале АКЖАИК в передаче КУМШВА.